Привет, друзья мои! Привет из Конаково! Привет, мои друзья! Видите, как я вожу машину? Видите, какая она у меня грязная? Потому что я по кочкам, по кочкам, по кочкам. Раскупается магазин-тележка, 70% скидка. Люди метут всё подряд. Полено, дрова, на зиму, на зиму дрова. Затарили машину, так приятно покупать, когда 70% скидка. Хапаем всё подряд, так интересно. Хап-хап-хап, хапаем в этом магазине-тележка. Все сюда, все сюда. Купили яблоню мельба, посадим трёхгодичную. Две тысячи стоят за тысячи восемьсот. Так что скоро будем есть яблоки с голову. Саша всегда сажает с любовью. У него хороший урожай. Так, Рязаночка поливает там Сашины киви. Когда Рязаночка приедет, мы её сюда определим. Она будет поливать теперь мельбу. Мельбу дерево трёхгодичное. Проявила себя Рязаночка как ответственный, хороший человек. Так что её ждёт теперь здесь дерево для полива. Будем менять расположение. Коров выгнали с участка, а они мычат и просятся к нам. Но мы не знаем, как с ними обращаться. Всему надо учиться. Всем привет! Работа идёт полным ходом. Александр умаялся, устал. Я с вородина собираю. Тоже занятия не из лёгких. Всю одежду испачкаешь. Ой, 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 ой. Всем привет! Вот приехали в Москву, а кошку оставили в Конаково под закрытой дверью. Она никак не захотела лезть в свою сумку. Орала, кусалась и мы ели. Саша из-за кошки опоздал на встречу деловую. Никак кошку не могли поймать по дому. У неё появилось желание встречаться с котом. Если Саша в ближайшее время не сможет поехать, то мы тогда поедем с Энджей. Нину пригласим. Одну и вторую. Пойдём кошку спасать.